Кому пишешь? Я. Могового человека? Да. Галле Зинченко предстоит принимать поздравления в Твиттере весь вечер. Студентка журфака выиграла стипендию имени Драникова за лучшую практику в отраслевой прессе. Нужно было принести характеристику с места работы, ну в смысле с места прохождения практики. Она у меня сохранилась с лета. Материалы заверенные с печатью, что это именно мои материалы. Ну и, собственно, резюме, подборка из пяти работ. Но на самом деле у меня было чуть-чуть больше, 10, если я не ошибаюсь, которые я отобрала, чтобы представить. План был перевыполнен. План был перевыполнен, да. Стипендию Валерия Драникова на журфаке вручали впервые. Она была учреждена редакцией газеты «Гудок» и факультетом журналистики МГУ только в этом году. Во-первых, премия Драникова – это ежегодная премия в размере 10 тысяч рублей, то есть каждый месяц в течение года. Во-вторых, естественно, мне дали сертификат. На что будешь? Я думаю, что я стипендию буду откладывать и потом, когда в конце года накопиться, возможно, съезжу куда-нибудь. Я очень давно хотела поехать в Испанию, я учу испанский. И, может быть, сделаю серию специальных репортажей для газеты «Гудок» об испанской железнодорожной системе, например. Валерий Драников, или «Дракон», как его шутливо звали коллеги, был мастером репортажа. Публиковался в «Коммерсанте», журналах «Большой город», «Ньюсвик» и «Русский пионер». Но последние годы своей жизни работал в редакции любимого «Гудка». Валерий Драников, на мой взгляд, один из золотых перьев российской журналистики и золотых выпускников журфака. Он сумел стать каким-то ориентиром для молодого поколения. Поэтому стипендия Драникова, на наш взгляд, была совершенно логичной. Претендентов на премию было много, но выбрали самого талантливого. На следующий год, а это стипендия «Годобая» и награждается Галина Зинченко. Мой личный критерий был, как человека, знавшего Валерия Джеймсовича. Я пытался спрогнозировать его реакцию, как бы он об этом сказал. Ну, абсолютная ерунда, сказал бы Валерий Джеймсович. В другом случае он бы сказал, ну я бы это написал иначе. А вот здесь он бы сказал, у этой девочки есть нечто. Наталья Назарова, Андрей Маченин, gudog.ru